А что же значит этот праздник для нашей николаевской молодёжи? Ну, вспоминая свои школьные годы, сразу приходит на ум тот факт, что мне однажды подарили 28 валентинок. 28 валентинок, мне подарили 36. Друзья, а спорит ли николаевская молодёжь о количестве валентинок, узнавала Ксюша об этом и о многом другом, в её сюжете? Смотрим. Так как грядёт День всех влюблённых, я решила поинтересоваться у николаевской молодёжи, какие же подарки они приготовили своим вторым половинкам. Сейчас узнаем. Слушайте, пожалуйста, как вы будете отмечать День всех влюблённых? Не знаю. У вас есть вторая половинка? Есть. А что подарите ей? Ещё не придумал. А вы догадываетесь, что готовит вам молодой человек? Нет. Что же так неинтересно? Молодой человек, здравствуйте. Скажите, как вы будете отмечать День всех влюблённых? Моя девушка в Польше, я не знаю, что делать. У вас есть идеи, что мне делать с ней? Ого, ну как бы свидание по скайпу, это не очень круто. Да, это не так романтично. Хотя мне когда-то предлагали поужинать по скайпу. Ну, у меня есть была идея заказать браслетики такие, как на заказ, там будет то, что я захочу, там нарисованы, собратные стыли тоже. Ну, пока эта доставка придёт, пока она подправится в Польшу, это всё будет долго, я уже, наверное, не знаю. Ну, это знак внимания, это тоже круто, так что сделайте. Ну, просто уже не получится, я уже не успею это, так что пока День. К 8 марта будет. Ну, это да, конечно. Почему бы и нет? Ну, максимум друзей подговорить, там, чтобы подержали, как листовки, там будет что-то написано, такое пофотки. На самом деле, в наше время расстояние это не проблема, главное желание, так что удачи вам. Наверное, пойду на каток сначала. Со второй половинкой, правильно? Или с третьей. Или сразу и стой, и стой. Да, может быть и такое, как бы потом пойдём, наверное, в кебаб, по стандартной системе шаурму, потом пойдём в какой-то хендерок, и он заряжился. И будет нормально, вечер поведёт. А потом поедем разгуляем. Наверное, сходим в кино, ставим дочку на маму и сходим в кино. Расслабиться вдвоём, да? А что планируете подарить своей второй половинке? Ну, главный подарок вот у нас. Главное, да. Ну, всё, девушка же хочет внимания, может, браслетик какой-то. Ну, мы над этим подумаем всё, мы ещё пока не загадывали, что-то подпридумали. Я не буду, это вот это не для меня вообще. Не праздник, да? Ну, зачем мне надо? Вот это за счастье спектаклят, зачем? Как вы будете отмечать день всех влюбленных? Для рабочих. Да, рабочий день обычный. Вторая половинка есть? Нет. Да, вот. Если бы была вторая половинка, какой бы оригинальный подарок вы бы для неё придумали? Ну, не озвучу это на камеру. Работать. Есть вторая половинка? Нету. А если бы была вторая половинка, что бы вы ей подарили на день всех влюблённых? Оригинальный подарок? Честно, даже не знаю. Поездку какой-нибудь, например. Другой город, да. Отлично. А у вас есть? Есть. Что бы ей подарили? Букеты за ригами. Ну вот, я нашла себе друга на 14 февраля. Теперь я не одинока. Да? Как я тебя назову? Персика. Ты будешь персиком моим маленьким. Идём гулять, персик. Идём гулять. Друзья, если вы нашли уже свою вторую половинку, я вам желаю прекрасно провести этот праздничный день вместе. Ну а если вы одиноки, вы не расстраивайтесь. Я уверена, ваше счастье ходит где-то рядышком. Оглянитесь по сторонам. Может быть, и найдёте его. Оставайтесь с нами.